Можно к вам на совещание? Обязательно! С визитом глава региона нагрянул в школу номер 43. Здесь прошло совещание правительства и директоров школ. Николай Любимов сообщил, что вице-губернатору он поручил составить доклад о готовности школ к учебному году и предложил всем присутствующим его заслушать. Игорь Греков рассказал, что к комиссиям, которые принимали школы перед началом учебного года, есть вопросы. Вице-губернатор не устроил о состоянии некоторых образовательных учреждений. По его словам, часть из них находится в разрухе, при том же финансировании. Также он упомянул жалобы на различные поборы и распитие алкоголя на рабочем месте. Я хочу просто всем дать понять, депутаты – это очень хорошо. И когда вы дружите с депутатами, которые помогают везде, все остальное – это тоже очень хорошо. И родители выпускников – это все замечательно. Но я вас уверяю, правительство приложит все силы, чтобы при всех замечательных связях школы не были ни грязными, ни ужасными и нормально исполняли свои обязанности. Игорь Греков выделил школы, которые относятся к группе риска. В них вошли 22-я, 34-я, 40-я, 45-я, 66-я, 53-я и 7-я. А также школы, за которыми нужно понаблюдать – 31-я, 37-я, 57-я, 62-я и 67-я. Он добавил, что деньги впервые в таком количестве выделяются на образовательные учреждения. Несмотря на то, что есть у нас действительно еще пока недостатки, хотел бы вам сказать спасибо за ваш труд. Уверен, что вы этим занимаетесь не только потому, что вам нужно себя и семью кормить, а потому, что вы это дело любите. Раз вы это дело любите, давайте вместе поправляться там, где это необходимо. Давайте равняться на лучших там, кто этого уже достиг, и двигаться вперед. Николай Любимов подчеркнул, что контроль за соблюдением норм законодательства ужесточился. И добавил, что для правительства главное, чтобы дети хорошо учились и чтобы показывали результат. Да и сами школы должны быть красивыми и приятными. А руководство области готово оказывать в этом поддержку.